Библейский портал экзегет.ру представляет Пятая глава, одна из самых скучных глав в книгах про Липоменон. Первые книги про Липоменон для библейского портала Экзегет, читаю, перевод российского библейского общества. Почему скучных? Ну, потому что у нас с вами вот сначала такая общая картина человечества, то Израиль, в этой книге первый про Липоменон, потом династия царя Давида, потом иудеи, его соплеменники, потом все остальные племена. Вот у нас середина этого перечня остальных племен с их родовой структурой. Явно не самые важные вещи, но посмотрим, как это описано. Вот потом Керувима, первенца Израиля, первого сына человека по имени Яков или Израиль. Хотя именно он был первенцем Израиля, но из-за того, что он осквернил ложа своего отца, права первенца перешли к сыновьям Иосифа, сына Израиля. И снова мы видим, что почему-то при перечислении этих самых родословных списков вытаскивается как будто специально самое скандальное. Он переспал с наложницей своего отца, осквернил его ложи в терминологии тогдашнего времени и утратил права первенства. Нельзя ли как-нибудь не афишировать этого? А вот нельзя. Вот почему-то повествователь говорит, израильтяне, не забывайте, что у вас много всяких скандальных историй. Любят составлять во всех народах патриотические версии национальной истории, где одни победы, триумфы и светлые стороны, а здесь как будто наоборот. Израильтяне, вы, собственно, сами по себе ничуть не лучше всех остальных. Посмотрите, вот вообще, от кого вы происходите. Хотя Иуда был самым могущественным среди своих братьев, от него произошел проявитель, права первенства достались Иосифу. Родовое общество, они конкурируют. Рувим первенец, но утратил первенство. Иуда – самое многочисленное племя и, более того, царское племя. Да, цари из него, Давид из него. А первенец все равно Иосиф. Хотя он не первым родился, хотя он потомки не больше, чем Иуда славен. А почему, хочется спросить. А, там же была целая история в книге Бытия. Она здесь не рассказывается, но все, наверное, ее помнят. Иосифа продали его братьев в рабство, он потом братьев принял, простил, спас от голодной смерти. Вот оно, как права первенства достаются. Не просто повезло родиться первым. Я, например, первого своего отца. Ну, бывает, а мог бы быть пятнадцатым, если бы иначе сложилась жизнь. Его и моя. Или там подсуетился вовремя, или там размножился очень активно. Нет, Иосиф сделал что-то такое, что осталось в памяти его народа как не просто достойный поступок, а какой-то очень важный урок. Иосиф стал первенцем. Более того, его потомки — это целых два племени, да? Но до Иосифа еще доберемся. Вот сыновья Рувима, первенца Израиля. Инох, Паллухи, Цроны, Карми. Вот потомки Иоиля. Сын его Шимая, сын Шимаи — Гог, сын Гога — Шеми, сын Шеми — Михей, сын Михей — Реая, сын Раи — Баал, сын Баала — Бера, которого угнал в плен царя Сири и Теглад Паласар. Бера был главой племени Рувима. Какая-то история, которую, видимо, знают в связи с завоеванием в VIII веке Северного царства сирийцами. Вот их родичи и их семейства, в порядке страшенства парадословные. И Иоил их глава — Захария и Белла, сын Азаза, отцом которого был Шем, а потом Акаиля. Белла жил в Ароэрии, а на территории их простиралась Дон-Эво и Баал-Меона. К востоку сыновья Рувима занимали земли до границ пустыни, которая тянется от реки Ефрат, потому что у них было очень много стад в Галааде. Во времена Саула они вели войну с игорянами, истребили их и стали жить в шатрах по всей восточной стороне Галаада. И вот такие маленькие заметки про другие войны. Вот царь Давид — главный герой этих книг про Липомена, точнее, одной книги в двух томах. А было ведь много всего остального. Вот история, она гораздо больше, чем то, что мы о ней знаем. Сыновья Гада. Жили напротив них, ну, у нас Рувим только что был, в Башане, вплоть до Салхи. Башан — это такая область, тоже к востоку от Иордана. И в Ильях глава Шафан, второй человек в племени, Яна и Шафат жили в Башане. Вот их родичи, родом из их рода. Михаил, Мешулам, Шева, Иерай, Якан, Зия и Эвер, всего семеро. Это потомки Авихаила, сына Хури, сына Яроаха, сына Гелада, сына Махаила, сына Ишишая, сына Яхдо, сына Буза. Ахи, сын Авдеала, сына Гуни, был главой их рода. Они жили в Галааде, в Башане, в окрестных селениях и на пастбищах Сарона до самой границы. Эрт-эродославие относится к временам Иофама, царя Иузейского, и временам Ировама, царя Израильского. То есть, смотрите, еще все меняется во времени, да, то есть племена переселяются, захватывают новые территории, уходят, теряют, наоборот, территории. Важно зафиксировать. Вот история — это живой процесс. И не будем думать, что все было таким прямо вот разложенным по полочкам и всегда оставалось на месте. Вот что еще нам подсказывает эта глава. Среди потомков Рувима, Гада и половина племени Моносии. Почему половина? Половина осталась к востоку от Иордана, половина перешла на западный берег. Это значит, соответственно, восток. Половина племени Моносии, воинов, людей, готовых к бою, носивших щитами и стрелявших из лука искусственных войн, было 44 760. Ну, для древнего времени довольно много. Вдруг впервые упомянуты они отдельно, эти самые воины. Вот раньше мы не встречали исчисления. Почему так важно? Вероятно, потому что жили на фронтире, да, такой дикий Запад у нас был в Америке, не у нас, а в Америке. А здесь такой дикий восток, да, то есть они на восточной границе Израиля, поэтому все время в боях. Они воевали с агарянами, Етуром, Нафишем и Нудавом. Не про все войны мы даже знаем, что за Нафиш, почему они с ним воевали. Была им дана помощь против врагов, в их руки были отданы агаряне и все, кто был с агарянами. Возвали сыны Израиля к Богу во время сражения, и он услышал мольбы уповающих на него. Они захватили скот агарян, 50 тысяч верблюдов, 250 тысяч овец, 2000 ослов. Пленных они взяли 100 тысяч человек. Множество убитых полегло. Божьим было то сражение. Потом Керуимы жили на месте агарян вплоть до изгнания. А вот и славные победы. Столько было скандальных эпизодов до сих пор в этой первой книге про Липомена, но в основном связанных с какими-то там историями постельными. Там Фомарь, которая от своего свеклевуда родила и всякое такое. И вот, наконец, славная победа. То, что любой народ любит рассказывать в качестве своей национальной истории. Но и здесь про эту войну мы больше нигде не будем тут читать. А самое главное, воззвали сына Израиля к Богу во время сражения. Божьим было то сражение. Не мы крутые, наши предки победили всех, разбили, захватили. А Бог нам помог. А если бы не воззвали, то, может, и ничего подобного не было. Потомки половины племени Манасии жили на территории Атбашена, Дубаалх, Хермона, Сенира и горы Хермона. Были они многочислены. Вот главы их родов. Эфер, Иши, Элиэл, Азриэл, Иеремия, Худавия и Яхдиэл. Все они могучие воины, именитые мужи, главы своих родов. Это вот уже подводится итог тем, кто к востоку от Иордана. Они... Эх, хочется вот здесь тоже прочитать про славную победу. Но если были победы, то были и что? Правильно, поражение. Они совершили преступление против Бога своих отцов. Стали блудить с богами народов этой страны, тех народов, которых истребил Бог, чтобы дать место сынам Израилевым. Бог Израиля побудил воинственный дух в пули царя Асирии и в Теглат-Полосаре царя Асирии. Выселил он потомков Рувима и Гады и половину племени Моносии, угнал их в Хиллах, Хабур, Харой, на реку Газан. И до сих пор они там. Только что рассказ о славной победе и тут же о позорном поражении. И объяснено почему. Взывали к Богу, побеждали, стали язычниками, уклонились от веры в единого Бога, потерпели поражение. Все очень просто. А не, как это бывает в историях обычных национальных, наши предки всех победили, но потом пришли коварные враги, как-то их обманули, совратили, все испортили. Нет, сами все испортили. И причем указано конкретно как. Вот мы, собственно, видим, что книга про Липоменон в двух томах, она очень идеологична. Как, наверное, любая историческая книга, но ее идеология, она предельно понятна, и она сразу объясняется. Израиль, твоя история зависит от того, насколько ты верен Богу. И сейчас я продемонстрирую, говорит автор, на разных конкретных примерах, как это работает. Но до этих историй еще некоторое пространство вот у нас осталось, пока перечни имен. Но интересно, что даже в перечне имен, которые нам кажутся скучноватым и лишним, да, ну зачем нам эти все имена. Даже сюда он включает обязательно вот эти назидательные повествования. Вот нету посторонних имен. Вот Иван Иванович Иванов из деревни Гадюкино. Это не статистическая единица, о которой нечего помнить, вот как это часто бывает в жизни. А это личность, с которой может быть связано что-то очень важное. И надо его упомянуть. Вот он тоже человек, и его судьба, она в каком-то смысле не менее цена Бога, чем судьба великого царя Давида. Просто его судьба не настолько приметна. Но вот вам маленькие истории, которые об этих людях.